Братья и сестры В Евангелии несколько примеров Таких об воскрешении умерших людей Конечно, это только небольшая часть Которую помял Господь говорил последователям Иоанна Крестителя Которых Иоанн Креститель поснал Спросите, ты ли Мессия, которого мы ждем? И он сказал, скажите Иоанну Что мертвые восстают Слепые прозревают, хромые ходят И вот этот случай Он говорит нам о жалости Спасителя Господь со Своими учениками И с толпой большой Людей, которые слушали проповедь Спасителя Идет в город Наин А навстречу ему выходит другая процессия Скорбная Которая несет на погребение Единородного, то есть единственного сына Наинской женщины Которая недавно потеряла мужа Осталась домой И вот теперь умер ее сын Надежда на старости Укрепление И потеря Своего этого любимого чада Она была В очень печальном состоянии То есть душа Этой женщины Она была умершлена тоже И вот Господь жарился над ней И подойдя к этому одру Мертвого Прикоснулся к нему И сказал Юноша, тебе говорю, встань Этот усопший юноша Сел Начал говорить И Господь отдал его матери То есть Вот это возрождение Ее жизни Опять вернулись Ее надежды Радость появилась О том, что она Обрела своего потерянного сына И Конечно Это тот случай О котором мы говорим Когда Господь Скорб превратит в радость Почему Господь воскресил Сына Наинской вдовы И вот первое мы говорим Из жалости Из милости Но не только из-за этого Господь явил Свою силу Всемогущество Что Он Властен и над смертью Живыми и мертвыми обладает Ну и конечно же Мы вспомним Воскрешение Четырехдневного Лазаря Когда Господь Сказал Обетование Всеобщего воскресения Общее воскресение Уверяя из мертвых Раздвинулись Лазаря Христи Божий И вот это Упование Должно Надежда Должно Обладать Всеми Нами Каждый человек Воскресник Когда Наступит время Второго пришествия Спасителя Труба ангельская Возгласит И Все мертвые Восстанут А живые Изменят Свой облик Вот мы вспоминаем По воскресении Господь Иисус Христос Имея уже Человеческое тело Являлся Во многих местах Одновременно Мог явиться И пяти тысячам И ученикам своим Которые шли В Имаус И апостолам Которые были Горницей Сионской Дверем затворенным От срака Иудейского И вот Это воскрешение Мы должны Подготовить здесь В нашей этой жизни Вот мы вспомним Когда человек Очень страдает Он уже Не может жить здесь Какие-то события Они Его угнетают И Он Сумершленно Этой душой Принимает Решение Наложить на себя руки То есть Сначала Умирает душа Человека А потом И человек телесный Побреждает Сам себя Господь говорит Бойтесь Тех Которые могут Умертвить душу А не тело То есть Мы должны понимать Что дьявол Действует Постоянно И Душа наша Она может Потерять смысл жизни И погибнуть И тогда Теху Уже Ничто Не поможет Но Если Будет Действие Какое-то То воскреснет Эта душа Вот мы должны Помнить Что Находясь в этом мире Мы видим Мы видим вокруг себя Обездоленных Страдающих Особенно В наше время Когда Очень много Потерянных Жизней Потерянных Людей У которых Строй жизни Нарушен Уже у них Руки Опускаются И вот Мы должны Явить эту Милость Насколько Мы можем Чтобы помочь Этой душе Опять воскреснуть Обрести Силу Обрести Веру Вот это Мы можем Сделать Мы мертвых Не воскресим Но вот Человека Который уже Доведен До состояния Что Он готов Уйти из этого мира Добровольно Мы всегда Можем Поддержать И Конечно Это Жертва Наша Это Любовь Наша Близким Нашим Вот Должны Мы помнить Об этом Братья и сестры И Конечно Этот труд Это Жертва Ради Близких Наших Она И укрепит Нас Самих Мы можем Только помочь Когда Сами имеем Эту крепость Когда мы Видим Свет Божественный Когда мы Видим Единение С Богом Наше Самоприсутствие В этой Области Божественной Вот туда Мы должны Идти Как Преподобный Серафим Говорил Устяже Духа Святого И Тысячи Локов Тебя Спасутся Вот это И есть Действие Той Любви Действие Благодати Божьей Которую Мы Можем Нести Людям И не Надо Нам Сейчас Как Сказать Вопиять О безнадежности О безысходности О трагедиях Которые Неминуемо ждут Нас Они могут Нас ждать Да Но мы будем Всегда помнить И должны Помнить О послании Апостола Павла Которые Заканчиваются Всегда Призывом Радуйтесь И вот мы Можем Удивиться Как это Радуйтесь Когда Христиан Гонят Зверями Травят Распинают Сжигают Он Говорит Радуйтесь Радуйтесь Вашему Общению С Богом Благодати Божией Которую Вы имеете И на самом деле Тело Могло Погибнуть Но душа Жива Она Вечна Она Всегда Будет Жива Вот Это Наша Главная Забота Поэтому Будем Помнить Братья И сестры Что И мы Можем Свою Лепту Внести В помощь Нашим Близким Но Конечно Прежде всего Мы В себе Должны Этот Дух Мирный Верой Ви Возродить И утвердить И сможем Передать Его Другим Будем Молиться Об этом Неустанно С верой И надеждой Аминь Спасибо